К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, приветствуем вас в эфире. Добрый день. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Давайте мы действительно поговорим о том, что происходит. Я напомню, вооруженные силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях юга. Об этом сообщила спикер сил обороны юга Наталья Гуменюк. Украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян. Далее Наталья пишет про то, что военная операция стартовала, но она акцентирует внимание, что детали раскрывать не будем. И даже добавила такую фразу, что в таких вопросах важна тишина. Мы журналисты, вы у нас в прямом эфире, и понятно, что мы не можем молчать. Мы поговорим об этом, мы поговорим о том и о тех фактах, которые мы можем сегодня озвучивать. Николай Григорьевич, вот тот процесс, который и та операция, которая стартовала, и мы ссылаясь к генеральному штабу Украины. Что вы можете сказать? И действительно, можем ли мы утверждать, что то контрнаступление, о котором мы так долго говорили, практически полтора месяца, что вот-вот оно начнется, что вот оно сегодня, 29 числа, 29 августа, это специальная операция по освобождению юга началась? Я хочу сказать, что мы не можем сейчас сталифицировать, что это именно та генеральная наступательная операция, потому что наша команда имеет особый план, поэтому можем проводить наступательную операцию в отдельных секретарях, например, Киросовский, Запорожский, например, тоже Харьковский направление, даже Донецкий. Но это, так сказать, планы командования, где мы именно имеем четкую модель, где проводить именно отдельные наступательные операции, где проводить основные удары. Но сегодня мы имеем конкретно факт, это официально озвучено, что мы начали наступательную операцию в этом секторе, я просто подчеркиваю, это еще не генеральная наступательная операция, но она имеет хорошие посылки. То, что мы сейчас освободили сухой столов, уже конкретный населенный пункт и ряд других территорий, когда мы уже имеем факты именно бегства и 109 полка ДНР, и тем более десантников российских, которые также их подпирали там, это уже конкретный провал именно российской операции. Ну и второй момент очень важен, почему мы там начали. Конечно, это важнейшее стратегическое направление, мы, соответственно, можем отрезать противника от основных коммуникаций, особенно от Крыма, и создать условия к окружению или бегства. Это сегодня есть хорошая посылка в это направление. Но еще один фактор важный, я считаю, мы все смотрели буквально два дня кадры перемещения третьего армейского корпуса по территории Крыма, соответственно, и перемещение танков Т-80, Т-90, новейшие танки и новейшие БТРы. Это не все, конечно, кадры в корпусе находятся, но демонстрация их была откровенная, поэтому мы не могли допускать, чтобы они разместились на основных направлениях Херсонской и Запорожской области и, соответственно, создали нам еще большую проблему. То есть этот резерв, да, он еще не такой эффективный, но это дополнительные средства противника. Поэтому, я думаю, решение принималось буквально вчера, вот окончательное, то есть подготовка, конечно, было ранее, и сегодня эта операция началась. Вот какого будет развития, тут уже мы не будем говорить, потому что это наш, должен быть глубокий замысел, который предполагает именно удары или развивать в этом направлении, или параллельно готовить и проводить наступательные операции с традиционным характером в других направлениях, где противник не ожидает. Я думаю, что в любом случае это все-таки начало переломного этапа, потому что противник исчерпался, он делал неоднократно паузы, прямо подчеркиваю отношения своих наступательных операций на Луганском направлении, например, на Донецком, даже и на Запорожском, Херсонском, не имеют такой активности. Поэтому сейчас время наступает, то, что мы уже подготовили наши резервы, провели мобилизацию большую, уже до миллиона людей в наших вооруженных силах, силовых структурах. Получили большую часть техники вооружения, особенно высокоточной техники, особенно то, что говорят источники нашей по линии разведки, что Россия перепугана применение Хаймерса, например, или наших британских систем М270 на 80 км. Это уничтожение штабов, складов, колонн, которые там движутся, и это, конечно, и возможность наступать, подавляя огневые средства противника, особенно ураганы, грады, смерчи, которые очень серьезно нам мешали. Сейчас мы можем новейшие средства и подавлять, и проводить наступательные операции. Николай Григорьевич, вот то вооружение, о котором вы сказали только что, и грады, и смерчи, и многое другое, баллистические ракеты, это то вооружение, которым российские войска обстреливают мирные украинские города и убивают мирных украинских жителей. Конечная цель вооруженных сил Украины, понятное дело, это освобождение абсолютно каждого населенного пункта Украины. Мы сейчас говорим про Херсон. Представим себе, вооруженные силы Украины вскоре освобождают Херсон полностью. Но это же не значит, что российская группировка войск, она вдруг такая, а, ну и уходит километров так на сто от Херсона и перестает обстреливать. То есть, сохраняется ли высокая вероятность того, что после освобождения Херсона российские войска попытаются стереть город с лица земли, как это сделали в Мариуполе? Я не намекаю на то, что город не нужно освобождать. Ну, то есть, освобождение Херсона, следующий этап, огромное количество, возможно, сил противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Вот как вы себе это видите? Я предполагаю то, что сейчас будем наступать на... Николай Григорьевич. Мы должны проводить именно и атаковать Херсон, создавать предпосылки к большим жертвам, а это заставлять противника оступаться, еще уничтожение их логистики, штабов, складов и, конечно, проводить операции по окружению. Это будет именно их понуждать к бегству. Это будет, конечно, возможно и бегство такого системного характера, где мы можем за ним идти очень мощно по следам, буквально, преследуя и мощнейшими ударами, и, конечно, нашими танковыми, бронетанковыми средствами и нашей пехотой. Это вот тот формат, который позволяет их дальше двигать, аж до Чангара, возможно, аж даже до Крыма. И параллельно задействовать им дальневольную артиллерию, которая не позволит обстреливать, как вы говорите, персон. Если мы задействуем там Хармерсы или, например, ракетные средства британские, например, добили... У нас периодически пропадает... Есть остальные действия, да? Мы уже... Да, не просто пока. Давайте мы сейчас перезвоним Николай Григорьевич. Николай Григорьевич, прерывается связь. Хочется детально от вас анализ услышать, чтобы связь не прерывала. Мы сейчас вас перенаберем, перезвоним вам, коллеги, пожалуйста. Николай Маломуш сейчас с нами снова на связи. Николай Григорьевич, здравствуйте. А поговорите, чтобы мы поняли, насколько хорошая связь. Можем мне продолжать разговор. Я думаю, что актуальны проблемы, которые поднимаете сейчас, имея перспективу. Отлично. Николай Григорьевич, давайте продолжим. Вот аспект Херсонской области. Вы говорили о том, что должны как отводить войска, как должны отбрасывать российские войска от территории города, от территории самой области. Есть еще одна точка важная, как говорят ваши коллеги, для освобождения полностью Юга. Это Мелитополь. В Мелитополе 28 августа также были слышны взрывы по сообщению местной власти, власти, которая была избрана, скажем так. Насколько освобождение Юга, Украинского, насколько, давайте так, Мелитополь является ключевой точкой, именно ключевой, для освобождения полностью Украинского Юга? А вот как раз мы и говорим о том, что именно Херсонская область и Мелитополь – это как раз ключевые два центра города, которые были знакомы для наступательных операций. Если мы очень эффективно сейчас работаем именно по Херсонскому направлению и проводим те же контрнаступательные операции и удары с тыла, создавая предпосылки бегства, Мелитополь уже фактически на грани бегства будет, потому что уже четкая модель паники. Я прямо вам скажу, российские, так сказать, войска сегодня уже готовы отступать. Вот мы правильно говорим, что уже Херсона, Новые Каховки, даже с Крыма бегут. Поэтому в данной ситуации, если будут успехи очень существенные, и мы будем наносить удары, и русские, так сказать, оккупанты будут бежать с Херсонщины, с Мелитополя тоже будут спасаться бегства. Это может быть прорыв общего фронта. Единственная информация сегодня, что мы начали очень эффективно в одном из секторов. Или Херсонское направление, как начали, или, может быть, это будет основное, или Мелитопольское направление, или третий вариант еще может быть. Но как раз с начала наступательной операции мы отбородили, но очень мощное движение по освобождению всех наших территорий. В России больших резервов нет. Третий, вот этот армейский корпус, он сейчас не является эффективным и боестатным для того, чтобы как-то системно закрыть то или иное направление. Вот сейчас мы имеем все средства и нападения, условно, так сказать, нанесения ударов. Это ракетные средства, это противовоздушные средства, это радиолокационные, новейшие средства, которые нейтрализуют на систему наведения противника. И это уже бронетанковая техника и самоходные установки. Это все, что предполагает сегодня очень мощно задействовать для стратегических ударов по противнику. И эти два направления, Херсонское и Мелитопольское, будут быть знакомы для того, чтобы мы и нанесли удар, нанесли поражение, и создали условия для окружения. Будут бежать, я прямо скажу, будут бежать тогда и от Харькова, потому что уже начнется большой прорыв. И уже поймут, что проиграли. Тогда уже будут проблемы не только в войсках, она быстро перебросится в разные части, даже в оккупированной территории. А и в Российскую Федерацию и в руководство. И там уже могут быть противоречия руководству и даже в окружении Путина. Но это нужно сегодня действительно иметь существенный успех. Это правильно, мы говорим, тяжело. Не так, то просто. Не обязательно формат, который мы сейчас задали, он пойдет очень быстро. Но в любом случае, к этому, я думаю, будем работать и стремиться. Я просто, знаете, Николай Григорьевич, вспоминаю заявление СМИ Российской Федерации о том, что на Херсонское направление было перенаправлено огромное количество войск, и в том числе войск с Донбасса, части временно неподконтрольных. А как это так получается, что перебрасывая войска на Херсонское направление, Россия быстрее с них уходит? Как-то вот нелогично, как мне кажется, по военной грамоте не должно так же получаться. Не так ли? Да, но в данной ситуации Россия поняла, что тут есть очень мощное направление, которое может сейчас быть стратегическим для фактических наступательных операций и для проигрыша России. То есть, один из мощных секторов, например, Херсонский, он, конечно, это был бы базовый для стратегии вообще Российской Федерации в Украине. Провалили практически все, так сказать, фазы, как мне сказали, все, так сказать, первую фазу, там, Донецк не получился, поэтому спасают уже Херсон и Запорожье. И поэтому перебрасывали и с Мариуполя на Запорожье, и с Донецкого региона на Харьков, и сейчас перебрасываются через Крым. Но в дальнейшей части, но это тоже неэффективно. С одной стороны, нет эффективности теперь уже на Донецком направлении, который уже поставил Путин давно задачу, чтобы захватить разные сроки, были, не получилось. С другой стороны, не защищают Херсон. Тем более, мы что очень эффективно сделали? Мы сейчас все движения, техники, вооружения, и как с Донецкого региона, так и с Юга, с Крыма, взяли под контроль. И проводим операции, и по уничтожению логистики, мостов, штабов, складов, и даже движения колонн, вот это все очень мощно расслабевает. С одной стороны, как будто бы они увеличивают количество именно вооружения, техники, и личного состава, а с другой стороны, дают нам повод их уничтожать. Поэтому тут мы уже освоили эффективную работу. И американскую модель, как мы говорим, и натовскую модель, и уже собственный опыт большой комбинации таких направлений в уничтожении противника, блокировании их движения, а туда и наступательных операций, это, я думаю, новейшая уже система деятельности вооруженных сил в современных условиях. Это высший класс, который сегодня не освоила ни одна армия мира. Давайте, Николай Григорьевич, продолжим. Обязательно сегодня, это я к зрителю сейчас обращаюсь нашему, мы будем говорить и продолжать о Херсоне, о Херсонщине, о том, что происходит, о действиях наступательных. Но мы будем действительно опираться исключительно на генеральный штаб Украины, на нашего главнокомандующего, главнокомандующего Украины. Единственное, хотим еще поговорить. У нас же есть еще ряд других направлений, о которых мы не будем делать ошибку, как делают российские пропагандисты, и забывать о том, что у нас военные действия продолжаются и на других направлениях, очень важных. И также мы не забываем о нашей Запорожской атомной электростанции. Мы поговорим сейчас, что происходит, и обязательно будем сегодня вспоминать. Кстати, очень коротко озвучу, что МАГАТЭ, да, делегация МАГАТЭ выехала в Украину. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, об этом сообщил, и, знаете, фотографии даже показал, опубликовал о том, как и в каком количестве прибудет эта делегация уже на Запорожскую атомную электростанцию. И обязательно об этом сегодня будем говорить в наших эфирах. Главное, не пропустите. Я почему вспомнила Запорожскую атомную электростанцию? Давайте поговорим о Энергодаре. Российские войска обстреляли Энергодар, ночью под удар попали третьи и пятые микрорайоны. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орло. По его данным, было попадание в одну из многоэтажек. Десять человек получили осколочные ранения, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. В соседних домах в убиты окна повреждены 20 припаркованных во дворе машин. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал действия России провокацией и ядерным шантажом. Давайте послушаем. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют ответ по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия страна спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины. Давайте, Николай Григорьевич, тоже обсудим. Энергодар, я просто напомню нашим зрителям, почему. Я думаю, что многие знают, и вот в кавычке беру слово благодаря, но благодаря этим шести месяцам, как произошла интенсификация боевых действий со стороны Российской Федерации, Запорожская атомная электростанция сейчас обсуждаема во всем мире, и также Энергодар, потому что это город-спутник, да, очень такой город, который продолжает подвергаться и обстрелам со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Давайте об этом поговорим. Вот, Николай Григорьевич, как вы считаете, ну вот даже делегация уже выехала, уже прибудет в Украину, и далее, я так понимаю, все... Хотя, вот, кстати, очень короткий вопрос. Николай Григорьевич, а есть все-таки какой-то риск, как вы считаете, что делегация прибудет в Украину, но на станцию такие по каким-то определенным, возможно, вы озвучите, каким событиям, но не сможет прибыть? Да, сейчас мы говорим о том, что есть разные сценарии Российской Федерации. С одной стороны, показать угрозу, это основная сейчас тема, это удар по Энергодару, чтобы члены делегации четко ориентировали, что есть угроза. Мало того, это чисто провокация, потому что обвиняют наши войска, что мы это делаем, и поэтому, якобы, показать международным представителям, что именно тут идет обстрел с нашей страны. По Энергодару, но еще очень такая опасная ситуация, что они точно так же могут нанести по отдельным помещениям или сооружениям самой АТО-интерстанции. Показать, что мы продолжаем эту провокационную деятельность, якобы, и, соответственно, это все показать именно в режиме онлайн. И, мало того, возможно, даже не допустить комиссию, сказать, что вот есть угроза нанесения ударов со стороны Украины, как бы нашей вооруженной силы, и таким способом практически сорвать миссию. Или хотят показать, что мы, якобы, там провели какие-то операции, нанесли ракетные удары. Поэтому в данный момент нам нужно сейчас четко отработать всю систему вместе с партнерами полной контроля логистики. Есть модель, которая обеспечивает полный контроль сейчас и нашими средствами, и зарубежными. Я думаю, тут заинтересованы будут не только американцы, британцы, но и китайцы контролировать ситуацию, потому что их представители будут и космическими средствами, радиотехническими, оперативными на месте, радиокационными, то есть каждый пуск и каждое движение, даже гаубицы и тем более снаряды, откуда он вылетел, кто это проводит. И, с другой стороны, четко отработать модель безопасности, чтобы никаких обстрелов страны Российской Федерации не было. Предупредить, что комиссия работает в режиме онлайн под полным контролем пекинских средств. Любые провокации будут ставить известны в тот же момент. Это очень важная составляющая. И потребовали члены комиссии, руководство этих стран, включая не только западных стран наших союзников, но и Китая, и Индии, которые там будут, четко, так сказать, следовать этому принципу. Почему? Тут есть очень четкая мотивация. Ядерная безопасность и угрозы ядерной безопасности. И это очень важно для всех стран мира. И они не только отследят ситуацию с Запорожской аэропростанцией и с Украиной, и с действием России. Они покажут его на угрозу мира. И поэтому в данный момент МАГАТЭ должен взять под полный контроль, но под очень мощным политическим давлением всех стран-участников, которые именно в вопросе отношения контроля ЗАЭС, демилитаризации, соответственно, отведения полностью войск и взять под бежонный контроль эту аэропростанцию, но с действующим персоналом и на базе, так сказать, келиметра и всех регламентов Украины. Это очень важная составляющая. Понудите вы все международные организации и сомнелированные страны для того, чтобы они вышли на модель ядерной безопасности, используя угрозу Запорожской аэропростанции. И, соответственно, и вопросы в целом ядерной безопасности. Эти вопросы волнуют не только Украину. И тут логично ставить вопрос на всех уровнях, тем более сейчас уже находятся реальные загрозы по ЗАЭС. Но тут же есть угрозы и применения тактического ядерного вооружения, и другие средства конфронтации. И тут должны объединены силы всех стран-участников, включая ядерный клуб и, конечно, большие страны, которые против такой модели. Потому что и они все пострадают. Не только в Запорожской пострадают, например, Европа, Украина, Турция, Россия. Но если ядерный взрыв, то пострадает весь мир. И страны, даже далекие, Китай и Америка, будут сражать от перспектив таких сценариев. Поэтому, я думаю, сейчас Запорожская аэропростанция – это начало очень мощной консолидации сил мира в отношении ядерной безопасности и прекращения войны в Украине. Почему? Потому что без прекращения войны проблема ядерной безопасности будет всегда очень горящая, в буквальном режиме онлайн каждую минуту. Это важнейший сегодня фактор, который может позволить им жестко России поставить на место и вопросы ядерной безопасности, и вопросы перспективы прекращения агрессии. Николай Григорьевич, аналитика Института изучения войны американского говорит о том, что Россия использует стратегию Ирана, чтобы препятствовать работе МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. В Кремле всячески пытаются сдержать прибытие международных контролеров. Собственно, эту тему мы уже чуть обговорили. Уже добились исключения из состава миссии экспертов США в Великобритании, назвав их несправедливо предвзятыми. Давайте сейчас услышим короткий отрывок из аналитики Института изучения войны. Вернемся к обсуждению. МАГАТЭ собрала миссию в составе руководителя Рафаэля Мариана Гросси и 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран, которые посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения. Манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на справедливость инспекции МАГАТЭ это тактика, которую Иран давно использует для сокрытия своих препятствий миссиям из сообщения Института изучения войны. Есть просто такое мнение, что Запорожская атомная электростанция это не просто территория, которую захватила Российская Федерация. Это территория, которая, наверное, является самой ключевой в войне России против Украины. Логика проста. Чем ближе к так называемым псевдореферендумам, чем ближе к контрнаступательным действиям вооруженных сил Украины по любому направлению, тем увеличивается истерия российской армии на территории Запорожской атомной станции. Российские СМИ буквально ежедневно говорят о якобы каких-то обстрелах территории ЗАЭС вооруженными силами Украины. Чем больше контрнаступательных действий украинских, тем большая опасность того, что российские войска сделают определенную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции. И вряд ли миссия МАГАТЭ, которая, конечно же, не останется на территории станции, этому может воспрепятствовать. Согласны ли вы с таким мнением? Я согласен только частично. Я знаю хорошо Иран, потому что работа по иранской программе ядерной. В свое время, когда заключили большое соглашение о прекращении разработок в составе международной делегации. Поэтому мы четко знаем эти все методы. Россия пытается применять, потому что и иранцам это рекомендовало в свое время как действовать. Допускать, не допускать. Как создать условия препятствия. Угрозы создать искусственные, например, или военные, или, например, ядерные, или технологические, то есть процедурные. То есть это все всеизвестно. Но она очень важна сейчас, именно четко Россия в своих агрессивных намерениях уже не имеет других средств. А ядерная опасность, это, конечно, угроза всему миру. И поэтому она пытается сейчас провоцировать проблемы возле нее, напрягать ситуацию в мире и, с другой стороны, выдвигать свои требования. Какие? В отношении четкой позиции по переговорам. Но именно переговоры в рамках тех форматов, которые имеет Россия. То есть она хочет именно зафиксировать, что мы признали под давлением и под доядерных угроз и признание Крыма, и так называемый ДНР, ЛНР в рамках областей, и даже территории, которая захватила с особым статусом. Провести референов или проведение бездневных, фактически контролирующих территорий. Это все ясно. Но, с одной стороны, шантажируя мир, с другой стороны, она вызывает огонь на себя. Нам нужно перевернуть, нетрадиционно, вот я просто скажу, как специализация, нетрадиционно все угрозы повернуть на Россию. Вот этой ситуации показать, кто захватил станцию, кто ее подрывал, кто сейчас заминировал. То есть фактами конкретными. И самое главное, что она использует эту ситуацию для шантажа не только Украины, мира. Вас, американцы, вас, китайцы, вас, туртурки. Конкретно эта работа должна быть приведена нашим и дипломатическим ведомствам, и оперативно-исследствия, особенно разведывательными органами сильно, и нашими энергетиками, которые показывают факты конкретные, и страны мира. Понудить я еще подчеркиваю к защите себя же от ядерных угроз, которые находятся на территории Украины, но инициированные Российской Федерацией. Кроме контроля над ЗАЭС, это важнейшая составляющая не только МГТ, а и политическое, и, возможно, даже международное военное, с другой стороны поставить вопрос о прекращении войны всеми странами мира. Тогда России не будет альтернативой бежать ни к Китаю, ни к Турции, ни, например, к Индии проводить какие-то учения. Потому что вопрос ставить не в Украине, не в защите только нашего государства, этими третьими странами, а вопрос ставить у вас, дорогие, так сказать, коллеги, которые сейчас в России работаете. Если будет ядерная война или ядерные угрозы, они фактически нейтрализуют угрозы вам. То есть никто не выживет. Мы моделируем ситуацию, еще раз подчеркиваю, в свое время в Вашингтоне разработана модель ядерной войны между Россией и США. При той модели, реальной модели, не выживает никто в мире. Фактически уничтожается все население живое. Поэтому вот это может быть тот фактор, который повлияет на позицию всех стран. И понудить им не только выработать модели контроля над ЗС, но и вопрос в отношении прекращения войны в Украине. Потому что тут находится детонатор войны. И даже ядерный угроз им, не только нам. Поэтому давайте будем работать над этим направлением. Николай Григорьевич, благодарим вас за экспертизу в нашем эфире, за то, что присоединились. Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки, был с нами на связи.